ну хорошо вроде бы вроде бы это должно работать вы по-прежнему меня видите да и слышите наташа спасибо наташа вот вам вам особое спасибо потому что вас вас видно и спасибо по вашим лицам по вашим лицам я буду определять говорю я полную чушь или нет вот ну хорошо давайте давайте начнем значит я по сравнению с предыдущим вебинаром я решил поменять формат и вместо того чтобы говорить о том типа что нужно делать на интервью и чего ну не нужно делать я решил просто сразу пойти вот как бы в то что мне кажется самое основное и как бы вот говорится как говорится go to the punchline значит и в чем на мой взгляд в прохождении интервью собственно как бы панчлайн панчлайн в том что вы на это интервью как бы и люди которые приходят на интервью в неком как бы положительном state of mind которые приходят типа счастливые довольные может быть даже чуточку расслабленные люди которые могут пошутить и которые вот как бы полны положительной энергии они на самом деле делают и себе и принимающим интервью как бы гораздо лучше значит я приведу может быть несколько примеров вот вы знаете есть такой актер джонни депп которого после того как он снялся в пиратах карибского моря его спросили как тебе вот столько времени ты как бы там было несколько серий да вот и как бы скакал по экрану и в общем был таким заряженным и энергичным и в общем вот как тебе это удалось на что он ответил i was having so much fun он сказал так сумма швана и never had that much fun ever in my life значит и это вам должно показать одну интересную вещь да это то что человек отнесся вот к ну достаточно большой серьезной работе как к некому событию в котором он имел фан и поэтому всем вокруг него было как бы очень круто и им хотелось его поддерживать с ним работать да и вообще как бы вот как бы быть вместе да вот аналогия на мой взгляд просто переносится как бы один в один на работу и на прохождение интервью вторая история которую я хотел бы вам рассказать которая как бы просто вот можно сказать подчеркивает этот point она заключается в том что я когда был в graduate school в америке у меня было два сокурсника значит первый сокурсник был чрезвычайная умница он много чего знал он там не знаю читал википедию прыгал по случайным линком он хорошо сдал экзамены кандидатского минимума но вот он был ну что ли такой вот тихий не харизматичный он был ну как бы сказать он не мог себя хорошо преподнести продать значит и был другой человек вот если бы как бы навесить и отрицание вот просто на все что я сказал про первого вот второй был ровно таким значит он ну как бы он что-то знал безусловно но например экзамен кандидатского минимума он не мог сдать вообще в принципе и я не знаю как в итоге ему это удалось там где-то может быть что-то под столом там как бы договорились я не знаю вот в америке обычно такого не бывает но тем не менее вот в какой-то момент ему удалось проскочить проскочить через экзамены кандидатского минимума он обладал как бы харизмой такой что а вот его можно было заслушаться и идея в том что оба пытались в одно и то же время найти работу на должность университетского профессора а поскольку в то время было как бы не очень популярно быть университетским профессором и вообще учиться в graduate school потому что это вот был дотком бабл поэтому все хотели пойти заработать кучу денег и вообще как бы ху кэрс да там типа phd там университетский профессор поэтому они поехали вот в реально большое количество университетов на там на не знаю штук десять наверное и в пересечении у них было наверное университетов 7 в которой они подали заявление одновременно вам очень понравится результат значит результат тиража очередного розыгрыша был в том что первый который был умница он не поступил никуда и а второй который был далеко не умница но очень харизматичный очень как бы такой положительный и полной энергии он поступил во все университеты кроме одного но в одном видимо кто-то оказался харизматичнее вы понимаете да значит к чему я все это рассказываю вот к тому что на самом деле вот то с каким настроем вы приходите на интервью ту какую энергию вы показываете она на самом деле является ну я не знаю я бы сказал бы наверное основным фактором но как бы я понимаю что в это поверить сложно я бы сказал даже более того что если вы возьмете обратное утверждение а именно ну как бы жизнь она по сути догоняет нас всех да но мы как бы стали с утра у нас болит голова дети почему-то опять не помыли руки сели за стол да ну вот как бы вот лица тех кого я вижу они улыбаются и поэтому мы как бы все понимаем что жизнь как бы вот догоняет по разным по разным параметрам и направлениям да вот и поэтому можно совершенно четко вот взять все эти параметры направления по которым нас догоняет жизнь и прийти как бы с ними на интервью а можно не взять так вот разница на как бы вот по мнению специалистов она будет радикальной потому что когда вот жизнь нас догоняет и мы вот с этим приходим на интервью то дальше оказывается одна интересная вещь что даже вот чисто функционально с точки зрения того как мозг работает как бы функция мозга снижается в разы то есть вот если вы рассчитываете что вы можете решить там не знаю какую-то задачку или написать какую-то программу или сделать что-то то это гораздо лучше делать в positive state of mind и если у вас как бы negative state of mind то это делать гораздо сложнее поэтому вот чем больше вы как бы расслаблены и чем больше вы как бы having fun вот смысле как бы джонни деппо вот даже на интервью тем на самом деле интервью проходит лучше значит теперь вот сделав вот это как бы такое достаточно серьезное утверждение я хотел бы может быть сделать да безусловно слова пожалуйста слава слава замечать послушайте замечательный вопрос совершенно спасибо вот вы прям вот в точку его задали значит смотрите я считаю что человек который может прийти и на интервью пошутить это человек обладающий как бы совершенно уникальным положительным качеством вот ровно для интервью значит это как бы общая рекомендация теперь рекомендация как бы конкретная ну как бы шутки бывают я надеюсь как вы понимаете разными вот и послушать как бы легко ну как бы это нормально и но я не знаю мы можем как бы сделать отдельный семинар потому как правильно шутить на интервью и как как бы неправильно шутить на интервью но да там действительно есть как бы некая такая fine line и с одной стороны и и очень хорошо с другой стороны может быть идти не надо но например флирт на интервью я бы сказал не надо да и это как бы касается как бы женщин и мужчин как бы вот в одинаковой степени не ну слава на всякий на всякий случай да как бы если если в голову если в голову могла прийти такая мысль а значит теперь сделав вот такое утверждение я хотел бы может быть привести примеры того что хорошо делать для того чтобы прийти вот в такое состояние в котором вы были бы расслаблены харизматичные как бы положительно энергетично вот на интервью ну например очень хорошо задавать вопросы а в частности например о том с кем вы будете встречаться да вот этот вопрос для рекрутера типа who am i going to meet during my during my интервью я считаю что совершенно замечательный вопрос почему потому что для рекрутера он показывает ваш интерес для вас он дает какую-то достаточно значимую информацию о том с кем вы будете встречаться и то что я предлагаю вам сделать это пойти просто найти вот этих людей с которыми вы будете встречаться для чего для очень простой вещи потому что когда вы их найдете вы поймете что на самом деле у вас с ними есть какое-то нетривиальное пересечение поэтому когда входит какой-то совершенно случайный человек в комнату и говорит вам hello i am i am jack вы можете на самом деле сказать что джек там типа привет мы же с тобой вместе работали в компании yahoo ты-то вот занимался рекламой а я вот на самом деле пилил поис правда было классно значит зачем все это нужно сказать или как бы почему это хорошо сказать потому что понимаете вот как бы при прочих равных встретились два совершенно случайных человек и вы там через полчаса или через 45 минут точно также разойдетесь и потенциально вообще друг друга никогда больше не увидите но вот эта интеракция которая происходит в течение вот этих 30 или 45 минут она будет иметь в существенно как в большей мере положительную коннотацию если вы друг другу не только представитесь но и установите какую-то общность собственно поэтому когда вот например на улице ну не знаю молодой человек подходит девушке и говорит hello my name is jack раз уж мы как бы используем джека то девушки на самом деле гораздо сложнее пройти мимо него не улыбнувшись и не сказав что то почему потому что он представился и это на самом деле такая достаточно общая психологическая рекомендация которая заключается в том что если вы как бы вот устанавливаете то что в английском языке называется rap for между между собой и другим человеком то этот человек просто к вам по-другому относится а это на самом деле в интервью очень хорошо почему потому что интервью она ну как бы это очень как бы шумный процесс в котором вот за эти там типа 30 или 45 минут вам нужно но как бы друг друга убедить в том что вам хорошо друг с другом будет работать и не только на таком вот как бы функциональном уровне когда вы напишите например какой-то код и он окажется там не знаю правильным или неправильно а вот на уровне какого-то вот такого touchy фили да вот когда человек выходя из комнаты он подумает а вот мне было бы наверное хорошо там типа с джеком работать ну просто потому что вот у нас с ним был хороший контакт я хочу чтобы вы думали о том что вот как бы этим пренебрегать нельзя практически никогда вот это как бы одна из особенно вот для таких как бы более senior positions в которых люди на самом деле ищут в команду какого-то логического дополнения к тому что есть у них то есть вот у них есть какая-то культура у них есть какой-то вот как бы spirit или вот внутри внутри команды и я может быть совсем не призываю вас быть не собой но я считаю что вот как бы в рамках того что как бы вот вы сами такие как вы есть там все равно есть спектр и на этом спектре как бы можно оказаться ну значительно разных местах так значит теперь что еще можно делать для того чтобы ну как бы вот быть готовым и расслабленным значит я хотел бы привести пример из предыдущего вебинара вопрос который мне задали и я так думаю что он достаточно такой общий чтобы мы все на него посмотрели значит вопрос был такой что я вот прихожу на интервью в компанию встречаюсь там у меня шесть или семь человек в общем интервью вроде проходит нормально но в конце мне звонит рекрутер говорит что вот первые шесть там типа человек там все нормально было вообще никаких проблем а вот седьмой оказался какой-то там типа синие синие архитект какой-то и это синие архитект ему не понравилось вроде бы вот какая-то написанная архитектура системы да вот которую которая была представлена и я как бы не получил работу значит и вот типа что что делать в этой ситуации значит и я хотел бы чтобы вы подумали вот про эту ситуацию в следующем контексте что на самом деле это интервью было практически пройдено то есть шесть человек с которыми было все классно и нормально это здорово значит я считаю что ну как бы это успех теперь нашелся какой-то вот один с которым там типа что-то не заладилось значит и ответ который я дал тогда но я как бы подумал теперь я как бы хочу его немножечко расширить ответ который я дал тогда это просто ну как бы хорошо пойдите и постучите соседнюю дверь потому что если вы шесть человек убедили то это означает что с хорошей вероятностью следующие шесть человек вы сможете убедить ну как бы не хуже значит но одна оговорка которую я хотел бы сделать это следующее что во первых никогда не нужно вот этот не успех относить как бы за счет того что вот типа ничего не получилось и как бы все плохо и как бы я не знаю что то есть как бы нужно думать все равно как бы о себе что я типа самая или самая крутая вообще у меня все классно но take away все равно есть в следующем что когда мы выходим из интервью нужно сделать для себя небольшой разбор полетов и понять а что же не получилось значит данном случае был какой-то senior менеджер он спросил как бы сделать архитектуру какой-то системы но давайте поиграем все в игру значит вот вы все приходите ко мне на интервью по одному по одной по одному и по одной а я вас прошу задизайнить систему поиска google вот ну и понятно да что ну как бы я не знаю как бы у нас вот 36 человек может быть найдется как бы пара человек тройка четверка который как бы сейчас вот так вот реза за дизайн систему поиска google и как бы это будет совершенно круто но что делать нам всем как бы остальным я вы точно знаю что я вот систему google а ну как бы так вот с нуля не за дизайне ответ очень просто значит нужно вот в том месте где тонко значит подложить соломки в каком смысле значит вот я знаю что мне достанется с какой-то хорошей вероятностью вопрос по поводу дизайна дизайна системы я или поищу какие бывают вопросы по дизайну системы или сам себе придумаю вот какой вопрос например про google замечательный вопрос как я буду на него отвечать я продумаю это дома я напишу на бумаге вот типа план своего ответа какой будет план значит ну вот приходит пользователь он значит пишет запрос в поисковую строку гугла что происходит дальше и дальше описывается например индекс описывается как бы функция релевантности причем я призываю к тому чтобы вот вы дома продумали до какой глубины вы идете и видимо как бы до большой глубины идти не нужно но если только как бы вы не идете на позицию в google вот как бы вот этого архитектора системы данным как бы вот себя закапывать не нужно да в в общем случае вот а объяснить из каких как бы компонент там типа их может быть три или четыре состоит вся эта система и как они друг с другом оперируют это на самом деле можно даже вот на уровне но как бы человека который может быть не особенно понимает и на самом деле вопросы очень часто бывают такие а вот давайте сделаем как бы небольшой вот brainstorming да вот расскажите мне как вы думаете это будет выглядеть если и если в этот момент по очищаяния испугаться этого вопроса то вот ровно в этот момент уменьшается вот это как бы brain mental capacity и на него ответить но просто вообще невозможно да ну потому что вот как-то все внутри цепенеет значит предлагается чтобы как бы этого ничего не происходило сделать следующее просто на подобные вопросы дома ответить самому или самой себе то есть вот вы просто идете по улице и вот вам приходит в голову какая-нибудь там я не знаю вот как работал там я не знаю в советском союзе автомат газированной водой да вот чтобы там на за одну копейку наливалась газированная вода за 3 копейки еще добавлялась сиропа вот мне нужно задизайнить его значит и вы себе за три за четыре минуты возьмите и расскажите вот как бы вы рассказывали на интервью и штука в том что когда вы расскажете вот как бы подобные вещи несколько раз то во первых у вас не будет боязни этого вопроса вообще никакой и даже если и как бы с большой вероятностью вам зададут вопрос какой-то похожий но отличающийся да вот типа именно тем что нужно сделать ваш мозг он как бы сам этот ответ достанет из глубин и вы поймете что на самом деле вот типа чисто структурно вам нужно подумать какие там бывают компоненты как компоненты работают друг с другом то есть вот у вас это канва ответа она уже будет в голове значит известно что вот как бы эта моторика да она приходит от того что вы несколько раз делаете какое-то повторяемое движение ну например вы просто себе рассказываете вот как бы я делал или делала дизайн системы вот когда вы это повторите то совершенно четко на интервью придя вы это сможете сделать значит таким шаблоны уже ответа на гипотетические вопросы возможно которые из них какие-то из них будут заданы потом и тогда если нам стоит именно этот вопрос или похожий то у нас уже будет уже то есть да абсолютно причем я бы и я по моему этот пример прошлый раз приводил известен такой феномен что люди просто ходят на интервью чтобы научиться лучше проходить интервью то есть не для того чтобы получить работу она даже работа они не хотят получить они просто хотят лучше проходить интервью я не могу сказать что я призываю вас делать ровно это вот хотя я как бы не вижу в этом особой крамолы но один одна из рекомендаций которая вот как бы идет что ли рука в руку вот с тем что я говорю она на самом деле интересным образом следующее она заключается в том что вот вы себя заранее простите если вы это интервью не пройдете вот как бы заранее себя про то есть вот просто скажите что ну вот как бы я иду я вот улыбаюсь как бы i will have fun вот типа будет все классно но если я не пройду это интервью но как бы и ладно но это вот как бы в каком-то смысле сродни тому как вы идете там я не знаю на свидание да вот наверно будет там я не знаю классный молодой человек или девушка и вот если все получится то будет здорово но если не получится но как бы ладно типа есть еще одно интервью есть еще одна работа значит психологический эффект который это имеет это то что вы идете на это интервью в общем достаточно расслаблен и это очень вам помогает с тем как это интервью пройти вот а сейчас привожу много коллеги которые у меня проходили интервью они говорили что но это тоже сфера идти соответственно регистрируешься на сайте и если вы плюс-минус с кем-то совпадает просто такие же разработчики как и регистрируются на сайте и если вас четверо например собралось вы друг другу просто друг другу проводить интервью замечательно и и на самом деле я вот спасибо не что ты про это сказала я как раз хотел вот в эту же точку еще раз как бы пальнуть и и попасть я надеюсь а именно сказать следующее что точно так же как вы рассказываете например про дизайн системы сами себе вы можете пригласить своего друга и товарища на чай и рассказать ему да или например вот как они предложила я я не знаю в каких приложениях конкретно это происходит да но идея в том отлично ну в общем короче идея идея в чем что вот именно именно вот этого как бы совершенно бояться не надо потому что чем больше вот этих как будто этого умения вы наработаете тем на самом деле вот в тот день когда нужно пойти вот на реальное интервью тем больше вы будете расслаблены тем больше вы будете готовы значит я приводил примеры с жвачкой еще которая помогает значит я думаю что не все слышали поэтому я быстро расскажу потому что значит жвачка на самом деле помогает интересным образом успокоиться вот именно тактически потому что выделение слюны она каких-то там доисторических времен связано с тем что с каким-то вот спокойным времяпрепровождением да когда первобытный человек там поймав мамонта и жарив его вот у него как бы был это вот спокойное время когда он со своей семьей имел трапезу так вот оказывается что если вы провоцируете выделение слюны то она вас успокаивает я пробовал она действительно помогает поэтому вот прям перед интервью пожуйте жвачку она вот как бы утверждается что поможет значит давайте я еще буквально пару слов скажу и может быть вот в этом месте остановлюсь и мы сможем там я не знаю задать друг другу вопросы обсудить значит однозначно очень хорошо замечательно спасибо вообще на самом деле вот как бы тактика выйти в туалет она на самом деле замечательно и если не предлагают то нужно попросить а если предлагают то нужно согласиться почему потому что вот предыдущего человека особенно вот если это интервью он сайт да вот и видимо в какой-то момент это как бы восстановится и мы таки будем ходить в офис это позволяет вот как бы все предыдущие но как бы забыть да и не думать о том что может быть там не знаю было так или не так там типа задачка которую вы может быть решили или не решили потому что каждый новый человек это вот как бы для вас но что ли новая новая как бы интеракция и поэтому если вы можете забыть историю особенно если по какой-то причине вам кажется что эта история была вот имеется ввиду вот только что вот этот как бы человек с которым у вас было интервью по какой-то причине не очень хороший выйдите и это как бы поможет вам сделать ресет там я не знаю помойте руки умойтесь да значит вот если вы подумаете о том как в спорте очень часто бывает например что футбольная команда там не знаю пропустила мяч она сразу пропускает 2 то есть там где один там много или там я не знаю теннисист который проигрывает свою подачу он сразу проигрывает несколько геймов да и как бы может быть даже в итоге сет я вот например своими глазами видел шарапову на us open в нью-йорке которая проигрывала какой-то молодой молодой девушки она делала совершенно замечательную вещь она после каждой подачи выигрывала она ее или проигрывала причем не важно это было ее подачи или подачи этой девушки она отходила поворачивалась спиной корту и она делала но какую-то вот такую мгновенную медитацию для чего для того чтобы попытаться вот как бы все что было позабыть да чтобы вот как бы она была in the moment чтобы вот она вот именно вот следующий point сыграла хорошо и чтобы вот это прошлое она там типа какой-то момент проигрывал над ней вообще не давлела никак и она делала вот этот reset каждый раз после каждого point то есть вот там есть какой-то clock который им дается она его всякий раз практически до конца выбирала и это было как бы на это было очень интересно смотреть потому что вот у нее как бы она как машина то есть вот она знает что вот ей это помогает и она вот каждый раз отходит каждый раз смотрит возвращается и как бы продолжает игру какие-то еще вот вопросы потому что мы сказали пока я вот здесь пытаюсь прошло вот это интервью когда 6 человек сказали да а седьмой нет ну если есть возможность узнать имя вот этого седьмого человека не будет ли это слишком нахально или неправильно например взять и написать ему вот найти этого человека в linkedin поблагодарить за интервью ну просто попросить так вот неформальный фидбэк может он что-то даст полезное на что стоит обратить внимание вообще как это со стороны выглядит может это слишком настойчиво может это хороший способ ну как бы для себя получить правдивый фидбэк что вы думаете по этому поводу вы знаете я бы сказал следующее что в общем случае вот что произошло в момент интервью и почему карты легли вот так как они легли и вам в итоге позвонил рекрутер сказал что вот типа интервью не сложилось и рекрутер дает вам безусловно какую-то причину вот которая ну грубо говоря вот считается там не знаю формальный да на самом деле что произошло никто не знает значит у них могла быть но вот как бы тривиальная вещь да просто пришел большой начальник и забрал эту позицию то есть у них больше нет денег значит а вам нужно дать какую-то причину они вам дали причин значит у них нашелся как бы деньги у них остались но у них пришел какой-то другой кандидат который на самом деле им кажется лучше поэтому они хотят его или ее то есть на самом деле правда ли в том что те шесть человек которые были в начале с ними все было хорошо а вот ровно на седьмом процесс споткнулся этого на самом деле не знает никто поэтому мое предложение оно следующее что вот после каждого интервью особенно вот как бы по горячим следам я предлагаю сделать вот небольшой анализ того что получилось и чего не получилось с вашей точки зрения я считаю что каждый из нас вот как бы любой человек когда мы приходим на интервью и я понимаю вот как бы 6 человек особенно в один день это чудовищно это как бы много но по возможности возьмите например там я не знаю ручку бумагу запишите несколько своих впечатлений они вам потом помогут вспомнить как бы что происходило я уверен что вы сами очень хорошо будете понимать что было хорошо а в каком месте вот было тонко и нужно подложить соломку то есть вот мы в данном случае сказали что нужно было вот пойти и попытаться рассказать себе там не знаю архитектуру как каких-то систем до придумать какие-то случайные вопросы вот которые бы сбили нас с толку и попытаться на них просто ответить и чем больше мы на самом деле это практикуем тем лучше мы становимся даже если вопрос который нам потом задают они немного другие значит я думаю что каждый из нас примерно понимает вот где эти слабые места по крайней мере когда я вот консультирую людей один на один например вот у меня была девушка значит которую как который я консультировал она не совершенно четко сказала что я не понимаю как отвечать на вопросы про как бы my worst failures вот этот вопрос как бы меня просто вот сбивает вот ну не знаю я что говорить но потому что вот я выгляжу как дура да я вот должна вот сидеть и рассказать вот типа какие у меня фейлерс я вообще как бы не помню что я из них выучил значит на этим значит вот это вопросы они но как бы в стиле домашней заготовки на самом деле вот я я не знаю вы наверное будете поражены но например на вопрос tell me about yourself казалось бы такой вот он не про фейлерс он не про success и не про виктор из да а он просто вот как бы tell me about yourself этот вопрос вызывает изрядную долю проблем у людей значит почему потому что очень часто бывает так что но так бы человек не подготовился а что значит не подготовился это означает что он или она не пошли по улице и не рассказали себе там не знаю вот в течение двух или трех минут а что же я буду говорить или рассказывать если вдруг меня спросят tell me about yourself на самом деле если вы просто вот возьмете телефон и запишите ответ на вопрос tell me about yourself и потом на себя посмотрите ну как бы не слушайте голос потому что голос часто многим не нравится да но я уверен что вы поймете вот как бы одну две или три вещи которые вы могли бы сделать лучше вам придет в голову мысль о том что еще можно было бы сказать или чего например можно было бы не говорить то есть вот идея в том что вы на самом деле вот в куче вот этих как бы ситуаций и вопросов вы можете себя на тренировать как понять по каким ситуациям и вопросам себя тренировать очень просто вы идете на интервью в стиле джонни деппо духа фан да и вы говорите себе классное интервью я его пройду я получу работу я его не пройду нормально как бы я научусь проходить интервью лучше и из этого интервью один из и кого из для вас это а что как бы я считаю не совсем хорошо получилось у меня вот как бы на этот вопрос я как-то немножечко задумалась на этот вопрос и когда вы про это подумаете на самом деле вы поймете что как бы в каком месте нужно искать этого улучшения я считаю что человека вот ира конкретно про тот вопрос который вы задаете человек который вас интервьюровал вы вполне можете послать ему linkedin request но я бы не бы ну я думаю что я бы не стал бы у него просить фидбэк можно я отвечу безусловно одно время очень сильно набирали вот и большому счету почему никогда начальник или ваши или ваши будущие коллеги которые вас собеседуют почему они никогда не отправляют вам не говорят конкретно своего фидбэка да потому что за каждое ваше слово и а наоборот рекрутером говорит ответ за каждое ваше слово которое вы сказали не туда вас могут судить потому что вы там сексуализировали объект или там расизм поэтому никогда не спрашивают про возраст никогда не спрашиваютば семейное положение поэтому вам дают дает ответ рекрутер, потому что компания себя таким образом от исков будущих судебных себя страхует. Поэтому, если это умный человек, который ваш прошлый интервьюер, если он действительно умный и за свою компанию радеет, то он вам не ответит ничего. А вот если он как раз начнет откровенно вдруг высказывать и так далее, то я бы вообще в такую компанию не ходила. Человек, видимо, не переживает за свою компанию, за ее репутацию, за и за будущие судебные миски. Как-то так. Спасибо, я поняла. Ну он правда, если честно, он может просто не сообразил то, о чем ты говоришь. То есть он на самом деле, в принципе, я думаю, что мог бы поделиться, но, Ира, мне кажется, что вот таких ситуаций создавать лучше нет. Я вообще бы сказал, что глобальная еще одна рекомендация – это то, что на самом деле ваша репутация это все. Потому что ну вот как бы здесь вот в долине да, ходит такая ну всем понятно, что как бы все более или менее друг друга знают. Но если как бы не друг друга знают, ну там иначе через кого-то знают. Поэтому вот как бы как мы себя ведем там, я не знаю, на интервью, на работе, вот этот как бы карма, она идет за нами. Значит, я не говорю, что вот как бы в этом есть какая-то крамола в том, чтобы спросить. Но вот то, что Аня говорит, это ну как бы это правда. И лучше вот как бы таких ситуаций как бы даже не создавать, не предвосхищать. Хорошо, давайте мы может быть коль скоро мы уже в таком режиме ответов вопросов, просто как бы перейдем к вопросам и ответам. Можно я еще один вопрос задам? Ира, пожалуйста, пожалуйста. Да. У меня такой еще вопрос. Ну не совсем касательно интервью, а касательно будущей зарплаты. Чаще всего этот вопрос задает рекрутер на первом этапе. И я слышала разные версии. Вот, например, у меня был опыт общения с человеком, просто как бы так можно сказать, в дружеской форме. Он работает в одной из крупных компаний, и он сказал, что в нашей компании, если значит, человек говорит, какую он хочет зарплату, то мы дальше как бы с ним не двигаемся. И вот предположим, вот рекрутер задает вопрос, какую зарплату хочешь, ты называешь, к примеру, цифру Х, но у них на эту там должность Х плюс 10. То есть мой вопрос так, как ответить на этот вопрос грамотно, чтобы попасть вроде бы в их рамки, но в то же время и не обидеть себя, то есть не дать меньше, чем они готовы дать, не попросить меньше, чем они дают. Ира, замечательно, Слава. Слушайте, вот, знаете, я слышал такую штуку, значит, смотрите, пункт первый, всегда, типа, даже если вы нашли работу, то ходите все равно по интервью, чтобы знать себе цену, чтобы как бы в случае чего сказать, что а вот в такой-то, такой-то компании мне предложили столько-то, столько-то. Вот. Да и в любом случае, то есть даже если ваш текущий работодатель откажется вам повышать зарплату, то вы все равно сможете потребовать этого ввиду того, что вы как бы сами походили по другим интервью, и вы знаете, сколько вам готовы заплатить. Вот, если вы можете как бы немножечко пошантажировать вашего работодателя, да и, в принципе, как-то типа полезно дать себе цену. Слава, Слава. Просто я почему-то спросила, у меня был такой опыт, что вот я прошла интервью, и вот девушка, которая сделала мне реферал, она мне говорит, значит, кроме тебя там еще проходило шесть человек интервью, но мне позвонили, предложили работу, и мне называют сумму, но в то же время я понимаю, что я бы хотела, наверное, немножечко больше, но если я начну торговаться, то еще есть за мной сейчас человек. Поэтому вот я спрашиваю, как тут грамотно выстроить интервью. Ира, вы знаете, совершенно замечательный вопрос, у меня есть столько, так много ответов, что я даже не знаю, с какого начать, но вот Слава на самом деле совершенно правильную вещь сказал. и в общем, я, может быть, это вот под такой как бы общий зонтик подведу, что я по-прежнему скажу такую фразу, что вот на этих ребятах, с которыми вы имеете дело, на самом деле свет клином не сошелся, это как бы одна вещь. Другая вещь, если они какие-то, ну вот, странные, да, там, я не знаю, хотите на интервью, хотите в том, как они зарплату предлагают, или они предлагают низкую зарплату, ну, как бы и хорошо, ну, как бы, они могут пойти, у них еще 6 кандидатов, вы, Таира, хорошая, вы понимаете, да, вы как бы самое лучшее, вот у вас есть как бы число, которое у вас написано в голове, значит, я считаю, что вы можете, в принципе, назвать число, там, не знаю, прибавьте к нему процентов 10, чтобы вам было куда спускаться, и я не шучу, и вы, то есть, первоначально, когда рекрутер задает вопрос, сразу добавить плюс 10, да? Вы понимаете, когда рекрутер задает, во-первых, я, как бы, я не знаю, могут ли они легально этот вопрос задать, это вот к вопросу о том, что Аня говорила, что вот на самом деле каждый чих, на самом деле, у рекрутера регулируется, потому что, ну, вот, я не знаю просто, вот поэтому, как бы, вот, пропуская эту часть, я бы сказал следующее, что то, что они этот вопрос, yes, да и can, спасибо, вот, Маша говорит, что могут, хорошо, значит, то, что это стандартный вопрос, Маша, это на самом деле не доказательство того, что они могут, вы понимаете, вот, я бы сказал бы, как бы ответил, вот, немножечко неявно, значит, вот, я всем рекламирую, есть такой совершенно замечательный человек, которого зовут Крис Восс, V-O-S-S, значит, если вы мне напишите письмо, я вам пришлю его книжку, которая называется, которая называется Never Split the Difference, значит, Крис Восс, он работал Lead FBI Negotiator for Hostage Situations in the U.S., причем он вначале был в, как это называется, ОМОН, да, вот, типа в SWAT Team, а потом он, как бы, переквалифицировался, вот он рассказывает, как бы, как судьба сделала вот такой крутой поворот, и он перестал быть, вот, как бы, служить в ОМОНе, и стал, соответственно, Lead FBI Negotiator, не гоушейтер, что это означает, вот он, как бы, профессиональный переговорщик, он профессионально ведет переговоры, то, что вас кто-то что-то спрашивает, вовсе не значит, что вы должны на этот вопрос отвечать, и, вот, типа, как на него правильно ответить, в этом есть, как бы, определенное мастерство, значит, я считаю, что, вот, ну, по крайней мере, вот, если вы меня спросите, как это делаю я, я просто называю такое число, которое, заранее бы меня устроило, если бы вот, и оно, как бы, высокое, и я считаю, что, если у них, как бы, вышибают от него пробки, ну, как бы, и хорошо, ну, как бы, нет, нет, нет проблемы в этом никакой, вы просто, как бы, себе и им сэкономили время, и я, на самом деле, и рекрутеру, и хайринг менеджеру совершенно четко говорю, вот, может быть, в этом контексте я, я бы сказал, что я считаю правильно сказать, типа, почему я ищу работу, и вот, как бы, что касается денег, значит, я ищу работу по нескольким причинам, первое, потому что я хочу чему-то научиться, вот, я считаю, что вот эта фраза, она должна звучать, вот, как бы, она, в том или ином виде, должна прозвучать обязательно в, вот, как бы, вашей презентации, почему, потому что, как бы, это одна из ключевых вещей, которую вы хотите от новой работы, значит, вы хотите научиться с тем, чтобы после того, как вы научились, вы стали лучше, ваше, как бы, market value выросло, и вы нашли бы еще, как бы, лучшую работу, ну, или, как бы, вас отапгрейдили, как бы, запромоутили, вот, в той компании, в которой вы находитесь. Вторую вещь, которую вы хотите, вы хотите иметь импакт, вы хотите сделать так, чтобы компании было классно, чтобы кастомеру было классно, и вообще, вот, вас эта работа привлекает, потому что вы понимаете, что вы можете много чему научиться, и вы можете иметь, вот, этот, как бы, импакт на компанию и на кастомера. И третья вещь, которую нужно сказать, это то, что, вот, как бы, дуабилити, как бы, вот, того, что вы можете сделать, да, что, вот, вас как бы есть достаточно как бы умение навыков с предыдущей как бы вот работой предыдущего как бы experience education чтобы в эту работу делать значит и поэтому коль скоро эта работа такая классная в которой вы научитесь импорт будете иметь и вы можете иметь то я хочу за нее за эту работу x вот как бы я считаю что вот x как бы это нормальное число я считаю что ира это совершенно нормально ровно так и сказать и я может быть скажу еще одну вещь вот в этом месте я считаю действительно нужно подготовиться вот к тому как эти разговоры вести рекрутер делает эти разговоры профессионально значит и я бы сказал следующее что очень помогает понимать это вот может быть немножко в контексте того что говорил слава понимать как устроена внутренняя кухня кухня вот как бы наема на работу значит вовлечено но как бы если не считать людей которые проводят интервью четыре человека значит первый человек это рекрутер значит у рекрутера есть как бы одна цель чем быстрее он вас наймет но при условии что вас хотят до нанять тем лучше потому что у него или у нее как правило но я не знаю там типа 20 кандидатов до или там типа 20 позиций которые нужно закрыть ему эту позицию нужно закрыть как можно быстрее значит ну у вас может быть цель в том чтобы быстрее туда добежать но в общем случае вы хотите чтобы но как бы еще нормальные параметры были да там типа вот по зарплате тогда теперь вторая вещь есть менеджер как бы вот хайри менеджер который вас нанимает значит у него как правило горит работа значит вот если у него есть открытая позиция значит ему нужно чтобы кто-то пришел как можно быстрее и эту работу сделал то есть в каком-то смысле у него цель совпадает как бы с целью рекрутера но ему еще хочется чтобы человек был определенного уровня или выше то есть чтобы этот человек мог делать работу и как бы был достаточно как бы подготовлен теперь на самом деле есть еще как бы один человек этот человек который заведует в human resources компенсации вот объектив этого человека заплатить как можно меньше значит и проблема которая есть у рекрутера это то что вот он как челнок ходит между вами и вот этим как бы компенсейшем человеком вы говорите я хочу x человек компенсейшем говорит игрок поскольку x больше игрока то вот как бы непонятно этот процесс сходится и нет и рекрутер на самом деле это вот как вот этот челнок который пытается договориться значит но еще есть менеджер то есть если менеджер придет и скажет что вы там я или какой-то большой начальник говорит что все типа надо закрыть и давайте как бы дадим или там типа она вот просит x замечательно значит что в этом смысле помогает в этом смысле помогает лучше пройти интервью до чтобы вас как бы больше хотели в этом смысле помогает другое предложение вот как слова говорил почему потому что рекрутеру нужно что-то чтобы он показал вот этому компенсейшем человеку и сказал а вот на самом деле у ира есть вот такой offer давайте вот как бы мы его побьем иначе она просто к нам не придет значит и вот эту как бы внутреннюю кухню и и как бы понимая с внешней стороны обычно помогает вот как бы предложение или помогает поговорить с рекрутером и сказать ему что я очень то есть вот от вас должен как бы постоянно идти как бы такой вот положительный спин что это совершенно замечательная компания я встретилась со всеми людьми они были совершенно замечательно я вот поговорила с сергию и он так замечательно рассказал о том как он видит будущее компании понимаете вы должны проговорить буквально вот как вам все понравилось почему потому что тогда этот рекрутер когда он или она пойдет к хайрин менеджеру или он или она пойдет в компенсейшем а скажу что этот человек реально заинтересован и очень часто когда команда которая пытается нанять вот заинтересованность человека она играет далеко не последнюю роль в том что вам дадут ровно тот оффер который вы хотите поэтому вот этот позитивизм да вот о котором я говорил который нужно пронести через интервью его на самом деле нужно сохранить и на период получения получения предложения или переговоров о получении предложения да я поняла спасибо то есть прежде чем назвать цифру лучше так вот чуть-чуть о себе сказать что я хочу научиться новому абсолютно абсолютно то есть вот просто ставить ставьте ставьте на этом акцент ставьте на этом акцент я считаю что так же очень хорошо задавать вот вопросы например для хайрин менеджера на мой взгляд совершенно замечательный вопрос чтобы он или она поняли насколько вот вы заинтересованы в успехе это for my path for the position that you are considering me for how does success look like six months down the road one year down the road значит что это означает это означает что вы на самом деле в этом вопросе связываете успех мероприятия вот которые как бы за которые отвечает этот менеджер с собой и вы пытаетесь понять как этот успех определен и когда вы поймете на самом деле ответ на этот вопрос то ровно вот этот ответ вы можете выдать следующий беседе рекрутеру понимаете да значит но это вот просто такая тактика что у., соответственно у Rocco 거죠 у о и он на пл aqu автомобил и и с а så i Так, пожалуйста, еще вопросы, замечания, предложения. Да, здравствуйте, меня слышно? Да, Полина, пожалуйста. Да, у меня вопрос уже не по поиску работы, а когда вот она уже есть. У меня очень все конкретно. У меня вся команда 80% в Сиэтле, и вот, то есть, компания, в принципе, до этого была культура, когда все ходят в офис, ну, корона показала, что, в принципе, можно дела делать и working from home, соответственно, ну, сейчас у нас процентов там 10-15, кто работает вот так удаленно с разных концов страны, а, соответственно, 80-85% все равно в Сиэтле. И у меня вопрос, начальство все там, соответственно, все там решения по какой проект, куда, кому, повышение и так далее, это все все равно принимается там в Сиэтле. И уже все равно по всем разговорам, и тогда понятно, что они там ближе, просто потому, что они географически обсуждают, куда там идти вместе играть в теннис или там какие бары открываются. Соответственно, вопрос, ну, собственно говоря, как оставаться актуальной, чтобы про меня не забывали, чтобы про меня думали не только вот когда у нас прям совсем официальные все встречи, а... Ну, да, то есть оставаться на радаре у руководства, чтобы вот какие-то потенциальные возможности не проходили мимо меня. Попросить командировку? Ну, это там нам официально говорят, что мы думаем, как бы вот там всех привести, и... Ну, это как-то, то есть там разговоры идут, но это же нужно, чтобы без дискриминации, поэтому нужно собрать всех со всей страны. То есть это, да, ну, то есть нельзя, чтобы просто меня привезти, надо же тогда привезти всех и какое-то что-то организовывать. В общем, надо, чтобы все как-то, да. Но это все равно еще корона, они все равно еще думают, но просто уже планируется, что где-то там с конца лета люди смогут возвращаться в офис по желанию. Полина, это замечательный, вы знаете, это замечательный вопрос. То есть вот как бы вот вопросы все замечательнее становятся. Значит, я на самом деле работал на двух работах вот ровно в том режиме, который вы описываете. Значит, один раз я работал на компанию Яндекс, у которой офис был в Пала-Альта, а сама она была в Москве. То есть даже не в Сиэтле, который в принципе в том же часовом поясе. Вот, а другой раз я работал на компанию, которая была в Париже. Вот, а офис тоже был в Пала-Альта. Вот, и я хочу вам сказать, что вот как бы проблема, которую вы описываете, она абсолютно, абсолютно вот как бы актуальна, она абсолютно реальная. И, возможно, два варианта. Значит, либо люди, которые сидят в headquarters, да, вот как бы в данном случае в Сиэтле, они понимают, что у вас есть такая проблема. И они каким-то образом пытаются, ну что ли, вот эту совместность культивировать. Потому что вот совместность на самом деле, да, вот то, что мы делаем вместе, она, ну вот, практически это ровно то, что разделяет, там, я не знаю, успех от поражения в этом случае. То есть вот если в Сиэтле сидят люди, чего-то пилят, а вы как бы пилите чего-то здесь, на самом деле вот как бы мой опыт, что вот если только вас как бы вот вместе какое-то количество раз, совершенно нетривиальное в течение года, не посадить вот, ну как бы грубо говоря, на соседние стулья и не дать вам работать вместе, с большой вероятностью ничего не получится. Значит, понимают это люди или нет, которые находятся в Сиэтле, Полин, я сказать не могу. Но я считаю, что то, что можете сделать вы, это вам нужно пытаться взбивать из молока сметану. Значит, что это означает? Это означает, что у вас с этими людьми, там, я не знаю, совместные стендапы, если их нет, значит, их нужно назначить. Если они не согласны, значит, нужно идти к менеджеру и говорить, что как бы это нужно сделать, чтобы вот у вас был какой-то FaceTime, чтобы вас знали и чтобы вы знали. Вам нужно обязательно иметь one-on-one со своим менеджером как минимум один раз в неделю, с тем, чтобы вот эта актуальность, о которой вы говорите, чтобы она была вот как бы не только у вас, а чтобы она была у него или у нее. Да, я понимаю, что они говорят о том, что там, я не знаю, путешествовать вот как бы в Сиэтл, это вот там типа или все, или никто. Полин, я скажу сейчас непопулярную вещь, но как бы вам дело, ну, до себя. Поэтому вы говорите, а я хочу приехать, вот мне нужно там, я не знаю, с Джейком, которого вот мы упоминали, да, вот мне нужно с Джейком вместе поработать там типа пару дней, мне нужно приехать. То есть вы как бы создаете эти ситуации, в которых, ну, понимаете, когда вы один раз попросили, вы два раза попросили, вы делаете это совершенно тактично, вы делаете как бы это аргументированно, вас услышат. Значит, и исключение сделают для вас, а все остальные будут, ну, то есть вот эту актуальность, вы абсолютно правы. То есть вот как бы есть люди, которые не понимают, ну, то есть они вот как бы, мы сидим вот здесь вот в Силиконовой долине, что-то пилим, а они там, их там 80%, и нам без них хорошо. Значит, ответ нехорошо. Вы это понимаете, они могут не понимать. Поскольку вы понимаете, вам нужно вот самой вокруг этого создавать режим, в котором вы как бы с ними на conference calls, вы имеете какую-то видеосвязь, вы имеете там какой-то partnership, и потом вот на основании этого partnership вы делаете как бы запрос менеджеру там или директору или ВП своему и говорите, мне нужно приехать. Чем больше вы будете находиться вместе, тем больше будет эта актуальность. Вы можете также сказать, что там типа договориться, вот если у вас есть контакт там с какими-то людьми, чтобы они приехали сюда. И на самом деле это вот ровно то, что работало. Ничего другого, Полин, к сожалению, природа не придумала. Да, но вам вежливо нужно пытаться вот как бы, черт свое, а поп свое. Так, поняла, хорошо, спасибо. Говорит, ну вот добавлю просто. Давай. Говорит, начальник, нужно повышать, Анечка, свою visibility. Повышать, да. И как ты ее будешь повышать, там, писать письма, появляться на conference call, читать лекции, там, не знаю, все что угодно. Это уже твои проблемы, ты ее повышаешь. Аня, замечательно, Полина, вот это нужно записать точно, вот если вы писали, то вот это нужно точно записать. Придумайте, придумайте, как бы, какую презентацию вы будете делать. Да, вот просто там, я не знаю, по проекту или почему-то еще. На самом деле, вот это чрезвычайно круто. Я не знаю, там. Я не знаю, там научились ковырять из носа фигурные козявки. Вы решили рассказать об этом всей команде, как это делать. Потому что вдруг им тоже понадобится ковырять козявки. А им понадобится, вот, в какой-то момент. Вы какой-то маленький кусочек. Или вы сделали маленький кусочек работы, и вы не хотели бы, чтобы, когда люди с этим столкнутся, чтобы они заново все с нуля разбирались. Просто вы разбираете всех вместе, и вы делаете маленький доклад о том, как, вот если вы столкнетесь с этой проблемой, так, вы все будете тоже разбираться. И вы, как бы, и вы, опять же, здесь в лидирующей позиции, и вы, как бы, на коне, да, и, с другой стороны, и вы показываете, что вы очень хороший игрок в команде. Вот, 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 вот под этой, под этой идеей я бы подписался просто не задумываясь. Вот просто не задумываясь. Потому что причина, главная причина, по которой в компании, да, или в команде в итоге что-то не получается, то есть, вот, как бы, все пилят, да, какие-то там, я не знаю, разрозненные команды. Потом в итоге спилили, а оказывается, что, вот, знаете, как в лего, да, там, типа, вот, кусочки сделаны так, чтобы они друг другу подходили, а вот почему-то что-то ничего не подходит, да, вот, типа, какие-то там интерфейсы, там, типа, кто-то не продумал, или что-то еще, там, типа, кирпичики у нас почему-то другого размера. Понимаете, да? То есть, вот, на самом деле, вот, особенно для удаленных команд, одна из главных рекомендаций – это overcommunicate. И вообще, как бы, даже такая есть мантра, что there is no such thing as overcommunication, да, то есть, вот, если, как бы, ты сидишь и думаешь, что ты, на самом деле, слишком много разговариваешь, да, и вот, типа, слишком много кому-то чего-то объясняешь, на самом деле ответ простой – ты объясняешь мало, нужно объяснять больше. То есть, вот, и, собственно, поэтому, как бы, ну, не знаю, наверное, как бы, не надо, как бы, каждую неделю делать презентацию про… я даже, Аня, не берусь повторить, что ты сказала, значит, про, там, выковыривание, да, но я бы сказал следующее, что как только есть какой-то, я не знаю, дизайн, да, или есть, там, типа, что-то сделано, и, как бы, есть какие-то команды, которые друг с другом, значит, в принципе, есть, как бы, там, я не знаю, программ менеджерс, да, или есть проект менеджерс, которые, в принципе, как бы, должны все это склеивать, утверждается, что, как бы, лучше, чем люди, которые на самом деле это делают, не склеит никто, потому что вы понимаете, что сделано, вы это можете очень хорошо объяснить, вы на самом деле можете понять, а что делается там, типа, где-то еще, поэтому никогда не упускайте эту возможность. И под этим же соусом можно куда-то поехать, или кого-то пригласить, или даже если нельзя, вот, вся вот эта, вот, как бы, комьюникейшн, я считаю, что, вот, как бы, начальство это обожает, потому что, вот, в противном случае, у них должна болеть голова, вот это все склеится в итоге или нет, да, ну, потому что, если каждый, там, типа, пилит у себя что-то на коленочках, там, типа, отдельное, то, в итоге, потом же это все нужно собрать, чтобы оно работало, вот, вот, а вы, Полина, вот, как бы берете и, как бы, энтропию уменьшаете в системе, замечательно, замечательно. Начальник, делайте начальственную работу, сплачивайте команду, начальник будет. Однозначно, однозначно, абсолютно, это то, что начальники любят, потому что они тогда могут просто чай пить спокойно, там, где-то, да. Еще, вот, у нас, я не знаю, мне кажется, сейчас во все эти компаниях принесли ту традицию, у нас есть happy hour на неделе, где мы все собираемся, и, ну, поскольку у нас так получилось, что вся команда, практически вся команда сформировалась во время карантина, все пришли, мы друг друга ни разу вживую не видели практически, вот. У нас есть happy hour, я так подозреваю, его спустили сверху на наши HR, вот, в качестве обязательной. Happy hour в смысле по Zoom? Мы собираемся в Zoom, и иногда мы играем в какие-нибудь онлайновые игры, какие-то, мы какими-то шарады разгадываем, но, делясь на команды, уже неплохо, да, как бы мы формируем маленькие, но команды. Иногда мы просто болтаем, иногда мы друг про друга узнаем, иногда, боже, что мы, я на пианино играю, вот, а все остальные болтают. Или мы, там, задаем какую-то тему, и понеслась душа в рай. Помогает безумно, вот прям безумно помогает. Здорово. Так, ну, хорошо. Спасибо. Полина. Дамы и господа, какие-то вопросы, замечания, предложения? Дмитрий, а вот, условно, к вам приходит, приходит два человека, и кого бы вы выбрали, который легко относится ко всему, но не очень сдал тесты, да, как бы не очень прошел тестовые задания, но балагур, в общем, душа компании практически. Или все-таки вот такой хороший нерд, но при этом, но он нерд, да, как бы. Это просто, это просто, вот я, Аня, считаю, что это вопрос, вот просто по мотивам моего примера. Ну, понимай, нет, ну вот, но ты это знаешь, но тебе же потом с ним работать. Да. И работать не с его бухгурсом, понимаешь? Я понимаю. Вот я не понимаю, что это реально. Ты знаешь, вопрос, вопрос, вопрос сложный. Значит, и я на него отвечу так, что если у меня одна позиция, и у меня вот два таких, как бы, существенно разных человека, значит, как правило, людям, которые с ним разговаривали, значит, им положено поставить, как бы, определенный, ну, я не знаю, score этому человеку. Да, и я, как бы, в прошлый раз это рассказывал, но я, как бы, может быть, опишу эту систему, потому что она в известном смысле, Аня, она, как бы, демократична. И демократична она… Я про score ничего не слыхала. А? Да, значит, я вот поэтому про него сейчас и расскажу. Значит, вот этот вопрос, как бы, на этот вопрос, вот ровно теми же словами, которые ты его задала, предлагается ответить каждому из людей, которые этого человека интервьюировали. И, как бы, оценят ли они в большей степени, как бы, или в меньшее его технические, как бы, качество, или возможность работать вместе с ним или с ней, вот, как бы, это будет, как бы, из этого получится, как бы, некое числовое выражение. Я подозреваю, подозреваю, что… И у меня была такая ситуация, ну, как минимум, один раз. Значит, вот ко мне пришел на работу человек, который… На интервью ко мне пришел человек, который над моими задачами смеялся. Почему? Потому что я не успевал закончить эту задачу, он мне уже, как бы, говорил ответ. Или он его писал. И он так на меня смотрел снисходительно и говорил, ну, типа, Дима, а дальше что? Так вот, этот человек интервью не прошел. Не потому, что… Не потому, что он задачи не решал, Аня. А потому, что мне, вот, с таким, вот, как бы, эрогант человеком работать не хотелось. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Не, я хорошо. Это искренне, честно, да. Это позиция, как бы, человека, который набирал. Понимаешь, но это, как бы, моя позиция. Она заключается в том, что вот я бы ему, вот, по шкале, там, не знаю, от одного до пяти, я бы, например, поставил бы, ну, там, я не знаю, если один – это оценка, которая означает, что если мы этого человека наймем, то мне придется уйти, я бы, наверное, поставил где-то между один и два. Значит, общая рекомендация, которая есть, это если есть хотя бы одна двойка, то мы этого человека не берем. Ну, там, типа, двойка или ниже. Вот. Ну, как бы, все. Спасибо. Дмитрий, а вот расскажите, пожалуйста, о себе. Рассказать обо мне. Наташа, как этот вопрос, типа, а что, а что, а что же рассказать про Магадан? Это вот. А какой-то, как бы, конкретный, Наташа, вопрос, или вот, я, как бы, куда, куда мне отступить? Или это просто, вот, tell me about yourself, это в смысле, вот, как на интервью? Ну, вот вы делаете этот проект, вот эту встречу. Спасибо большое за то, что вы это делаете. Много полезного остро услышала. Я про вас совсем ничего не знаю. Расскажите мне. Ну, меня зовут Дима. Я в Америке давно. Там, я не знаю, 22 или 23 года. Я учился в Московском университете. Я по специальности там был какой-то прикладной математикой. Когда я приехал сюда, я решил, что я буду учиться на PHD. Там, как бы, это интересная долгая история, как учиться на PHD, не имея ни копейки денег, вот как я сидел в Москве. Но, вот, в течение обстоятельств было такое, что мне повезло. И я приехал сюда, и мне нужно было преподавать. И это вообще было совершенно классно, да. То есть, вот, я очень люблю преподавать, на самом деле. Вот это может быть, как бы, один из моих, как бы, коллинг, что ли. Вот. Но преподавать как-то не пришлось. Потому что, вот, к вопросу о примере, который я привел, вот, про своих двух соратников, да, они, как бы, могли выбрать из большого количества университетов, когда я закончил университет со своим PHD. В этот момент как раз бабл и лопнул. И поэтому все люди, которые раньше хотели быть в индустрии, они, как бы, пошли и заняли, можно сказать, все позиции во всех университетах, в которых вообще можно было эти позиции иметь. Значит, в частности, может быть, вы помните, была такая совершенно замечательная организация AT&T Labs, которая была в Нью-Джерси, в Нью-Джерси, там было какое-то дикое количество умных людей. Значит, вот, в частности, они были распущены во время dot-com-баббла и, как бы, с собой заполонили, можно сказать, все университеты. Поэтому единственная позиция, которую нашел я, она была в университете в Неваде Рина. И я решил эту позицию не брать. Вот, я пошел, как бы, и в индустрии проработал, ну, я не знаю, сколько, последних, наверное, лет, я бы сказал, 20 с лишним. Я поработал в Yahoo, я поработал в Яндексе, я поработал во французской компании Criteo, я поработал вот на своей последней работе в компании Walmart, и вот, насколько я мог, я работал вот в стиле Джонни Деппа. Вот, поэтому, как бы, на своей последней работе, там, где я был каким-то крутым вице-президентом, я вообще, как бы, просто в компании Walmart особенно, я просто вот выбивался, можно сказать, из строя полностью, потому что такого вице-президента, видимо, компания Walmart никогда не видела, да, вот. Знаете, есть такая, есть такой принцип, я не очень помню, как бы, человека, который его придумал, но на Википедии его можно найти, как бы, принцип говорит следующее, что каждый человек gets promoted to their level of incompetence, то есть, что это означает, это означает, что пока человек competent, его, как бы, продвигают наверх, как только он становится incompetent, ну, типа, вот я считаю, что я в позиции вице-президента компании Walmart был at my level of incompetence, абсолютно точно, но мне каким-то хитрым образом удалось там проработать 4,5 года, и вообще, как бы, мне, на самом деле, там очень понравилось, вот, а теперь я вот в таком, ну, я не знаю, свободном, свободный художник, в свободном полете, на самом деле. Наташа, дидай, 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 спасибо. Да, и еще раз огромное спасибо за то, что ты делаешь вот это для нас. Конечно, Наташа, спасибо. Юрич, ты что-то прибедняешься, мне кажется. Нет, почему, нет, абсолютно. Альбертуш, задай вопрос вот какой-нибудь, ну, какой, какой вот, какой, какой вопрос top of mind? Да нет, я просто комментирую по поводу твоего вице-президентства, вполне, вполне компетент. Вполне был, да, ну, я не знаю. А можно спросить, а вы такие встречи проходят регулярно, мне кажется, может быть здесь многие друзья так, может, можно как-то присоединиться в эту группу? Значит, я, я на самом деле, Ира, я как, не знаю, как Кащей Бессмертный, в том анекдоте, значит, в котором он с утра утопился, на обед повесился, а вечером подорвался на гранате, в общем, веселился как мог. Значит, что это означает? Это означает, что вот мне в голову приходит какая-то мысль, да, и я думаю, а почему бы вот нам всем не собраться и о чем-то не поговорить? Значит, мы поговорили уже про то, как худеть надо, ну, или как бы можно, я не знаю, не то, что надо, можно, если хочется худеть. Мы поговорили про то, значит, вот уже про наемную работу и прохождение интервью, мы поговорили про очень интересную тему в стиле Джулии Робертс, eat, pray, love, о том, как вообще можно найти спутника жизни. Теперь мы опять говорим про работу, а в четверг мы говорим про data science. Вот у меня там есть такая, и я не знаю, я вот когда с утра бегу, видимо, когда вот Аня говорит, что вот если 10 раз присесть, в моем случае нужно 10 минут пробежать. Вот я когда 10 минут пробегу, мне в голову ударяют эндорфины, и мне в этот момент приходит мысль о том, что а почему же не сделать какой-нибудь, вот, я не знаю, семинар. Вот Яна в своей группе, которая называется Perfect Match, сделала меня администратором, потому что я уже вот и ее, и Аню замучил, я говорю, что вот возьмите мои инвайты, и, пожалуйста, размножьте их на все там типа 490 человек. Да, потому что уж такой активный, что... Такой, вот, я знаю, вот в траве сидел кузнечик просто буквально. Я говорю, даже не спели обсудить, мы же администраторов обсуждаем, но уже мы не смогли, просто вот такой был активный вопрос. Ян, теперь только откатывать, теперь только вот, да. Да, надо, главное, убегайтесь еще. Ну вот, так что инвайты, инвайты на самом деле вот в группе Яны, потом вот Юлю, я прошу, я не знаю, вот куда, привет. Я не знаю, Юль, в какую группу ты конкретно вот эту презентацию... Вот оттуда я и нашла. Да, окей. Ира, ну в общем, как бы какая идея, милости просим, вот я как иду, так вот я пою как бы... Как пою, что вижу, то что вижу, то пою. Да, разные трели из меня выходят, вот как примерно из Соловья. Да, да, вот. Следующая трель в четверг будет по поводу Data Science. Тогда, Дима, мы тогда эту ссылочку на твою встречу, мы тогда ее тоже разместим в группе Russian Speaking Women in Tech. О, это будет... Замечательно, замечательно, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Дима, спасибо огромное. Было очень полезно. Юля, спасибо. На самом деле вот спасибо всем, потому что вот такого количества людей я, во-первых, не ожидал, но как бы я дико рад. Вот. Ну, я как бы попытаюсь в дальнейшем держать марку и оправдать доверие. Спасибо. Ты так шикарно ворвался в нашу группу. Ну, люди купить-хочут, все на работу хотят. Кушать-хотят. Вот. Дима, ты не забудьте... Я хочу сказать, что если Дима пойдет куда-то ссылочки размещать, особенно Russian Women in Tech, то ты там сообщи, что в Walmart нанимают. У Альберта, у Альберта есть, как это называется, Engel. Ты хочешь нанимать Russian Women in Tech, ты пришли, пожалуйста, job description тогда, дорогой друг. Вот. Юля, Юля знает, где его разместить в правильном месте. Люди, люди, мы тут ищем хайджиниста, может быть, где-то что-то... Вдруг я вот, я знаю, что тут тех и все это, но... Я знаю, что у меня друг моего, босса, ищет хайджиниста, и что-то дефицит сейчас. Слушайте, а можно еще вопрос очень конкретный? Можно, Полина, можно. У меня, вот меня всегда интересует вопрос на интервью про ambiguity, то есть вот эта вот неопределенность, то есть это все по-разному можно задавать, формулировать, но если вот ваше мнение, что они, собственно говоря, хотят, вот... Ну, то есть, ну, я понимаю, что это все сводится к тому, что как я буду разруливать ситуацию вот такой вот неопределенности, но... Ну, а вот в плане конкретики, что они там от меня ожидают? И вот, и когда я спрашиваю, уточняю, вот я ответила, это как-то соответствует вашим ожиданиям или культуре вашей компании? Мне в ответ, ну, вот нам интересно именно, как вы думаете, и что вот с этим делать? Вы знаете, Полин, я вам, может быть, скажу вот что на это. Значит, вообще количество вопросов, которые вот такие, знаете, вот как бы полный open-end, их на самом деле много. И я бы рекомендовал для каждого из них, ну, что ли, сделать домашнюю заготовку. Вот ваше преимущество сейчас, это в том, что достаточное количество подобных вопросов вы уже на самом деле знаете. И вы знаете, что вот как бы люди про это спрашивают, поэтому сделайте так, что вы подготовитесь. Значит, я считаю, что на интервью ли или после интервью спрашивать, ответили ли вы на этот вопрос или не ответили, лучше не надо. Почему? Потому что вы приходите, у вас как бы высокая самооценка. Ну, вот как Джонни Депп, да, я не знаю, спрашивает ли он вот как бы на сете о том, там, типа, достаточно ли он куражился, там, типа, вот с Кейрой Найтли, или у нее он спрашивает. Я думаю, что нет, да, вот если как бы режиссеру надо, он там, типа, чего-то ему говорит. А так вот, типа, Полина, у вас, типа, высокая самооценка. Вы приходите, вы знаете, что вы на любой вопрос ответите классно. Да, ну, даже если они так не считают, но это, типа, вот у вас такое мнение. Я считаю, что идея в том, что ответ на этот вопрос вы просто готовите заранее. Значит, я могу вам сказать, как бы я ответил. Значит, я бы сказал, что вообще ambiguity, она inherent to life. Right? Ну, то есть, не, ну как, Полин, они задали вам открытый open-ended question. Ну, и как бы возьмите, возьмите и побегите вот с ними, как бы вот встаньте вот на эту, как бы, орбиту и побегите с ними, расскажите им про то, ну, как бы пофилософствуйте немного, что, как бы, ambiguity is inherent to life and specifically, как бы, when you come to do a project, there are many unknowns and that, как бы, as more information becomes available, some of these unknowns are gonna get figured out, и что, как бы, one of the ways of dealing with it is communication, то есть, вот, вам нужно знать, на что поставить акценты. Значит, обычно акценты нужно поставить на что? Люди друг, вот, давайте я вам, как бы, хорошо, давайте я отвечу, как бы, вот как. Вы можете рассказать про то, как человеческий мозг очень хорошо заполняет пробелы, и на самом деле человеческий мозг, как бы, он этим славен. Значит, представьте себе, что вы приходите на интервью, я вам задаю задачу, говорю вам, вот, Полина, напишите мне код, который делает то-то и то-то. Значит, вот, первое, что вы можете начать делать, это вы пойдете к доске и писать код будете. Значит, почему это плохо? Потому что я задал вам вопрос, который inherently ambiguous, то есть, я вас даже не спросил ничего про ambiguity, но вы, вместо того, чтобы задать мне вопросы, уточняющие о том, что именно нужно написать, вы пошли и начали писать код. И я не говорю, что это вы это сделали, я просто, как бы, привожу пример. Значит, в чем проблема? В том, что в итоге написан некий код, который реализует что-то из того, что я просил, но какие-то пробелы, которые на самом деле нужно было уточнить, вот, как requirements. Вы, на самом деле, не вы, как бы, а человек, который пишет этот код, он их не уточнил, а вместо этого просто начал писать код. Вот вы, как бы, приведите такой пример и скажите, что, как бы, один из способов, значит, вот, deal with ambiguity and uncertainty, это communicate more, ask more questions, and try to align people. Да, и это даже касается вот индивидуального разработчика, которому вместо того, чтобы просто идти и писать код, на самом деле очень хорошо пойти и понять, какие есть requirements. И если вы о них подумали и поняли, что там, на самом деле, чего-то не хватает, нужно в этот момент поймать себя за руку и вместо того, чтобы разрешить своему мозгу, вот, как бы, заполнить эти пробелы, а мы их очень хорошо заполняем, мы думаем, что, а, вот, наверное, когда они просили нас делать то-то и то-то, они имели в виду вот это. А на самом деле, Полина, они могли совсем не это иметь в виду. Поэтому давайте вот в этот момент зададим вопросы, уточним эти requirements. Align people, overcommunicate. Значит, вот, когда это происходит, энтропия в системе уменьшается. А когда энтропия уменьшается, известно, что уменьшается и амбигюриция. Аня. Муж, я только добавлю. Спасибо. Это будет к Диминому ответу. У меня просто муж тоже проводит регулярно собеседование. И то, что он рассказывает, иногда техническое собеседование то ли не идет, то ли идет, но не то. Хочется узнать просто, как человек будет решать вопросы. И он задает вопросы условно, у вас в доме пожар, да, там, что вы будете делать. Кто-то будет звонить, а кто-то будет решать эти вопросы, да. У вас, вы сидите на работе, да, вдруг у вас начинают лететь алерты с какого-то одного из серверов. Что вы делаете? Кто-то будет, извините, все логи разбирать, сидеть и разбирать, да, стандартная проблема всех русских с трагленным сайлентом, да, сайлентс. Кто-то будет сидеть логи разбирать и сам пытаться, а кто-то будет отвечать на тот же самый вопрос, что я пойду, значит, запущу такую-то команду. Здесь нет, хорошо, я, значит, найду ответственного человека, который за этот сервер, я подниму. Кто-то будет читать доки, да. То есть очень хочется, человеку, который вас собеседует, хочется понять ваше паттернное поведение, как вы с вашими паттернами поведения вольетесь в эту команду. Поэтому нету правильных ответов. Или они, если есть, то для каждой команды они разные. Ну, вообще, вообще, вот мне кажется, что рекомендация здесь, опять же, о том, чтобы немножечко попытаться продумать это ahead of time. Потому что, вот, мне кажется, что вот, чтобы когда у меня, вот, Аня, если кто-то спросил бы этот вопрос, я вообще, как бы, не знаю, что такое сервер, ну, так, более или менее. Я просто бы к розетке подошел, бы его выключил, с него алерты летят, понимаешь, если я его выключил, перестал как бы с него что-то лететь, да? Ну, это я, как бы, утрирую. Когда полетит такое, в трусами не отмажешься. Ну, вот, видишь, видишь, неправильный ответ. Вот, но я к чему это говорю? К тому, что на самом деле, вот, если подумать вот эти сценарии, как бы, what if, то есть, вот, а что будет если? То на какие-то вот из этих вопросов, на самом деле, можно ответы продумать. Но я думаю, что у Полины, на самом деле, Аня, был вопрос, как бы, гораздо более общий. Типа, вот, как бы, нет, и это нормально, то есть, как бы, не в контексте, а просто вот в общем, да? Типа, вот, спрашивают, а вот что вы делаете, как бы, с uncertainty? Я считаю, что это какой-то общий философский вопрос, который даже, вот, какой-то… Нет, у меня как раз был вопрос, вот, именно то, что Аня отвечала, просто они, как бы, по-разному дают всякие разные сценарии. Я просто понимаю, после всей подготовки и так далее, я понимаю, что, в принципе, это все идет на тему, как я буду разбираться вот с неопределенностью, с новой ситуацией, когда как раз много неизвестных. И, ну, просто это там могут быть абсолютно разные набор ситуаций, поэтому смысла нету давать какой-то конкретный вопрос. Я просто понимаю, что оно вот все идет вот в эту группу, как… Вот тоже, ну да, то есть там разброс может быть очень широкий, вот, да. То есть, да. Вот именно как, да, именно вот что вопрос мышления. Из разряда, как я вот в новой неопределенной ситуации, где много неопределенных, буду разбираться. Но как-то такой общий вопрос, что… Я думаю, Полин, что вот на такие общие вопросы вот очень хорошо делать домашнюю заготовку и думать, что, ну, вот, как бы, если бы это была бы, например, ситуация не на работе, а просто вот в жизни, вот что бы вы делали? Ну, вы там, я не знаю, поговорили, например, с другом, да? Ну, то есть, как бы, я считаю, что это все нормальные, как бы, нормальные совершенно ответы, которые вот приходят в голову, ну, вот, как бы, возникла какая-то жизненная ситуация, типа, вот что вы делаете? И она может быть, как бы, этот ответ может быть разный для разных людей, но по модулю того, что вы можете это, как бы, мотивировать, я считаю, что, ну, вот, это то, как вы думаете или как вы делаете, и это совершенно нормально. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Я прям сижу и записываю за вами, могу конспектами потом поделиться с группой. Так, ну что же. Спасибо, спасибо, пригодится. Слава. Так. Запустите, пожалуйста, потом в группе, ладно? Полина, это, видимо, к вам, чтобы вот вы, чтобы вы конспект, конспект оцифровали и запустили. Ну что, давайте, может быть, у нас есть, там, не знаю, вот, 5 минут до 10 вечера. Кто-нибудь хочет задать последний вопрос или, там, я не знаю, два последних вопроса? Добрый вечер, можно я спрошу про резюме? Конечно. Сегодня я работала над своим резюме, я как раз в поисках новой работы. И возник вопрос, насколько актуально в современных резюме, это новая тенденция, указывать свои достижения, как сотрудников в финансовом эквиваленте, что, значит, ты что-то сделал, и это принесло большую прибыль компании, там, или экономия, или вот классический вариант все еще актуален, когда ты перечисляешь свои skills, навыки, experience. И вот, между вот этих двух вариантов принципиальные. Аня, чрезвычайно, значит, очень замечательный вопрос. Вообще, вот, как бы все вопросы, вот, дико классные. Аня, ответ на ваш вопрос очень простой. Как бы, ну, я отвечу его просто, как я это, как бы, вижу. Вот, какое резюме хотел бы увидеть я? Я хотел бы увидеть резюме, в котором вот те цифры, о которых вы говорите, были бы написаны, безусловно. То есть, понимаете, вот, как бы мы все работаем за этот импект. Поэтому, когда человек пишет, что там вот, типа, а я там, не знаю, пилил search engine, или я там, типа, писал, там, я не знаю, то-то и то-то, да? Ну, типа, писал, написал ли, была ли там команда, там, типа, и что вообще происходило, и вообще это success или нет? Когда вы пишете какое-то, как бы, конкретное финансовое, вот, как бы, число, если вы можете его написать, если вы можете им поделиться, как бы, вот, единственный вопрос, на мой взгляд, который есть, это является ли это число, как бы, public information. Ну, то есть, вот, просто не попадите в ситуацию, когда вы называете какое-то число, но это число, на самом деле, никому другому не известно, оно, как бы, является каким-то, там, не знаю, приватным числом, которое есть внутри компании, а вы его ставите себе на резюме, и таким образом вы разглашаете тайну, которую, может быть, компания не хотела разглашать. Поставьте тогда вместо, там, этих цифер, ну, такие вот, типа, dollar sign, там, напишите xx.x миллионов, чтобы было понятно, что это, там, например, там, не знаю, двузначное количество миллионов, там, типа, долларов, там, не знаю, сохраненных или полученных, это совершенно замечательная вещь, Аня, чтобы написать на резюме. То есть, вот, это показывает, что вот этот вот параграф, который вы написали, который посвящен вашей работе, он действительно был successful, и он действительно был impactful, и это число просто по определению должно быть там. Слушайте, извините, я прервал, а можно попросить некого Альберта, пожалуйста, вывести вакансию в группе? Спасибо большое. Я думаю, что Альберта, Альберта можно попросить, да. Дима, спасибо большое за ответ, он прям такой важный был вопрос. Аня, я считаю, что вот, смотрите, даже более того, я бы сказал, что если вы обобщите эту мысль, то любая, любая, как бы, цифровая или числовая, любая цифра или число, которая показывает, насколько классно вы сделали, ну, например, я улучшил релевантность поиска, там, типа, на 5%, да, или я там работал, типа, на чем-то, что ускорило действие, там, я не знаю, чего-то, там, типа, в два раза. Вот все вот это должно быть на резюме, по моему мнению. Потому что вот, потому что, и вот это, как бы, вот это ваш панчлайн, вот в этом месте вы говорите, я крутая, вы показываете это работодателю, я крутая, вот я это сделал. Они у вас спросят, вы делали это в команде, или вы делали как-то, вы это все сможете объяснить. Но, вот, как бы, это число, вот любая, как бы, числовая поддержка того, что вы крутая, это чрезвычайно, чрезвычайно, как бы, ценно, и это должно быть на резюме. А в каком количестве, то есть это вот должно быть, там, чем больше, тем лучше? Чем больше, тем лучше. Ну, то есть, понимаете, ну, как, если у вас, как бы, много таких чисел, да, там, типа, много, вот, как бы, метрик, которые вы улучшили, ну, как бы, единственное, может быть, там, как бы, не перегружайте это резюме, но, как бы, выберите одну, как бы, вот, большую, которую вы могли бы написать. Ну, то есть, вот, представьте себе просто вот, может быть, такую ситуацию, вы просто рассказываете об этой, вот, эпохе своей жизни, когда вы работали над этим проектом, на интервью. И вот, как бы, ваш панчлайн заключается в том, что вы говорите, я улучшила, я убыстрила, я заработала компанией, как бы, вместе со своей командой столько-то, там, типа, миллионов долларов. Вот, это, это, как бы, ваш панчлайн. И дальше вы можете, как бы, объяснить, что вы сделали, как вы, там, типа, одну систему, там, например, заменяли другой, там, или что-то еще. Но, вот, это должно быть там. Если такого много, ну, как бы, единственное, что, не перегружайте. То есть, я думаю, что, как бы, вот, если вы на это посмотрите и подумаете, вот, насколько было существенно, например, то, что я сделала. Как бы, у вас будет, вот, как бы, одно что-то очень существенное, но, может быть, как бы, две вещи. А, как бы, все остальное, ну, может быть, не настолько. Так вот, выберите, там, я не знаю, одну, максимум две. Не делайте больше. Потому что это уже будет круто. Чрезвычайно. Спасибо большое, спасибо. Последний вопрос. Going once. Дима, где эта группа, в которую надо что-то пустить? Ты, если хочешь, можешь прислать просто мне, а группа называется Perfect Match. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Или ссылку просто пришли. Значит, Perfect Match сотрудник и будущая компания? А? Да, я сейчас ссылку скину. Я сейчас ссылку скину. Хорошо. Дима вас всех научил проходить интервью, значит, теперь можно потренировать. Теперь. Сейчас я сейчас, пару секунд, пару секунд, пару секунд, сейчас я разберусь в этих ваших фейсбуках, а то я вообще не разбираюсь. Так, все, сейчас в чат, вот, ссылка. Давайте, последний вопрос. Последний вопрос. Большое спасибо всем. Как пройти собеседование в SpaceX на должность космонавта? Слава, 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 а куда, а куда ты хочешь полететь? Ты хочешь на Марс полететь? Там, там вообще как бы плохо, я там слышал, там радиация, там типа, ну, там… По землю закопаемся, ничего страшного. Там, там что-то не очень вообще, нет? А можешь мне тоже прислать? Ну, не знаю, мне… Не знаю, зато там интересно. Кто сказал, что там скучно? Не, я не говорил, я не говорил, что скучно, я только про радиацию сказал, так нет. Так по землю закопаться ж можно. Ну что? На Марсе первые будут подземными, закопаемся под землю, там на глубине. Длину 3-4 метра, и тогда марсианский грунт поглотит большую часть радиации. И уровень радиации будет как на земле. Александр, давайте, дамы и господа, спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо большое.